Учиться можно в любом возрасте, даже нужно, особенно если речь идет о предпенсионерах, категории граждан, которые еще предстоит проработать несколько лет прежде, чем выйти на заслуженный отдых. В 2019 году к ним относят мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и женщин от 51 года до 55 лет. Узнать о возможностях повышения квалификации можно через службу занятости региона, где сформировано реестр образовательных организаций, которые предлагают условия для обучения людей в возрасте. В этом реестре 17 наших профессиональных образовательных организаций. Они расположены на территории практически всех муниципалитетов, где они ведут основную профессиональную образовательную деятельность. Те программы, которые они предлагают, это программы как очного, так и очно-заочного и дистанционного обучения. Нужно смотреть это в аспекте каждой профессии, каждой специальности, индивидуально, но как бы выбор есть. Еще один вариант повысить квалификацию или получить новую профессию – сделать это через Союз WorldSkills России. Наш регион предлагает базы трех профессиональных образовательных организаций – Ивановский промышленно-экономический колледж в их числе. Здесь готовы обучать по направлениям веб-дизайн и разработка, а также сетевое и системное администрирование. В России всего семь аккредитованных центров по компетенции веб-дизайн и всего четыре по компетенции сетевое и системное администрирование. Основной особенностью данных центров является то, что они оснащены оборудованием в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills. Для граждан предпенсионного возраста обучение бесплатное. Средства выделяют из федерального бюджета. Более того, при очном обучении положена стипендия. Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию на сайте 50plus.worldskills.ru. Это можно сделать двумя способами. Либо зарегистрироваться самостоятельно до начала обучения, при этом выбрать необходимую компетенцию и программу обучения. Либо зарегистрироваться в первый день обучения, но до этого нужно предварительно обратиться в образовательную организацию и подать заявление на обучение. После успешного прохождения итоговой аттестации каждый слушатель получает документ удостоверения о повышении квалификации или свидетельство о профессии, в зависимости от того, какая образовательная программа была пройдена. В настоящее время мы продолжаем набор слушателей предпенсионного возраста на программу дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по компетенциям веб-дизайна и разработка и сетевой системной администрирования. Всех желающих предпенсионеров, которые желают повысить свои профессиональные знания, получить новые знания и умения международного уровня, мы ждем к нам на обучение. Начиная с апреля этого года обучение прошли 28 человек. Новые группы формируются по мере поступления заявок.